Дачники Московской области жалуются на высокую в этом году численность гадюк. По сообщениям информационных агентств, самые змеиные места расположены в восточной части региона. А как часто можно встретить опасное присмыкающееся в городском округе Люберцы, узнавала наша съемочная группа. Нет, я здесь с сентября месяца живу. Мы не встречали ни одной гадюки. Как она выглядит, даже не представляю. Здесь только на картинке. Действительно, змей здесь достаточно редкое явление. Не встретить рептилию можно разве что в лесу. Но и владельцам дачных участков стоит быть поосторожнее. Несмотря на то, что гадюки всю свою жизнь проводят на одной и той же территории, в критических ситуациях они способны покинуть постоянное место обитания. Происходит очень бурная деятельность в наших лесах. Это производятся санитарные рубки, рубки ухода производятся. Из-за этого это животное начинает приближаться к людям. По словам Лесничева, незваных гостей чаще всего можно встретить на территориях Подмосковья богатых торфяными болотами. Таких, к примеру, как Шатурский район. А что касается городского округа Люберцы, то ввиду того, что он более промышленный и густонаселённый, гадюки здесь встречаются редко. Существует мнение, что в основном гадюки обитают на дачных участках, тем самым спасаясь от диких животных. Но на самом деле главным врагом змей является сам человек. Гадюка занесена в Красную книгу Московской области, поэтому убийство рептилий считается преступлением. За него предусмотрена административная ответственность. А вообще, вступать в борьбу со змеями не стоит ради собственной безопасности. Ведь, как правило, они никогда не нападают первыми. Если же встреча с гадюкой не прошла бесследно, стоит немедленно обратиться к врачу. Укус рептилий, конечно, не приводит к летальному исходу, но может нанести серьёзный ущерб здоровью. Нужно что делать? Успокоиться. Попробовать занять лежащее положение. Обезвижить укушенную конечность и вызвать скорую помощь. Можем пытаться выдавить в месте укуса яд или отсосать. Положить туда холодные примочки, лёд. А уже медики, в свою очередь, предпримут дальнейшие действия. Как правило, таких пациентов госпитализируют в травматологическое отделение. Пострадавшему от укуса змеи водят обезболивающие антигистаминные препараты. В этом году за помощью к Люберецким медикам уже обратился один человек.